Ю-ю-ю, здорово, с вами торговец Диман. Почему торговец? Да потому что я давным-давно на Авито. И у меня 98 отзывов, скоро буду праздновать юбилей нафиг. Короче, в мобилках я шарю, если надо что купить ко мне. А сегодня я вам покажу, как отличить подделку и обманщика. Вот смотрите, это продавец. Он продает S20 Ultra. Слава богу, он пишет, что это копия, но частенько люди не пишут. Продает S20 Ultra 5G. По фотографиям, как отличить от оригинала. Значит, смотрите, вот здесь, например, главный экран. Вроде бы он похож. Это у меня настоящий телефон в руках. И мы смотрим, в чем у нас отличие. Значит, смотрите, значок камеры очень похож. Но вот значок музыки, он не такой, как должен быть. Да? Но по значкам отличать то такое себе. Давайте лучше поговорим про отличия в задней камере. Смотрите, какая она здесь. Space Zoom 100X. А на самом деле модуль, там какая-то заглушка. Смотрим, какой он должен быть. Видите? Здесь заглушка дурацкая, да? Здесь реальная большая дырка под большую линзу. Следующий 108-мегапиксельный модуль. Большая линза. Здесь она маленькая. Обращайте внимание на размер линзы. Часто в копиях они реально маленькие. Так можно отличить очень много поделок. Не только эту модель. Вот. Ну и Space Zoom 100X. Видите, как написано в оригинале и как написано здесь. Дальше мы можно, понятно, посмотреть саму камеру. Здесь она какая-то толстая и какая-то ужасная. Также само меню настройок. Ну что это такое? Это что? Настройки? Такое пишут вот так в Samsung. Так не пишут уже давным-давно. Мы заходим в обслуживание устройства. У нас должно это выглядеть вот так. Память и так далее. Здесь это выглядит вот так. Камера такая толстая, ужасная. В оригинальной версии, если мы включим белую тему, мы легко увидим, что этот кружок, он элегантный, красивый, маленький. А здесь он какой-то мутный и ужасный. Так, ладно, давайте поговорим про отличие S10. Смотрите, человек не пишет, что это копия. Он пишет, предлагаю срочно, сегодня отдам дешевле. Ему год. Но мы-то знаем, что это копия. Как мы это понимаем? Мы смотрим. Вроде по значкам похож на оригинальный. Вроде бы здесь похож на оригинальный. И здесь, и здесь. Но на самом деле ни черта он не похож. Посмотрите на заднюю крышку. Galaxy S10+. Так пишут только в американских версиях. Это копия на американскую версию. Потому что на гонконговских версиях так не пишут. А в Ростест тем более. Также здесь мы видим в номере модели на конце нолик. А ноль свойственен версии для Гонконга. То есть не Ростест. В Ростест было бы 9, 7, 5, X на конце. А тут ноль. И вообще 9, 7, 0 это S10E маркировка. Короче, здесь надписи полностью не соответствуют надписям оригинала. Более того, если уж есть такая надпись, она может быть только в версиях для Америки. И то не всегда. Но никак не в версиях для Гонконга. Версии для Гонконга вообще ничего не пишут. Дальше у десятки обычной не должно быть белой рамки вокруг вспышки. И линзы опять выглядят просто отвратительно. Вот эти надписи сзади, их должно быть еле видно. Как здесь, видите, они совсем еле заметны под надписью Samsung. Здесь же одни сразу бросаются в глаза. Крышка пластиковая. И самое ужасное, что мы здесь видим, это вот сверху огромная челка, черная рамка, в которой вот здесь расположена камера. При этом у S10 Plus камера должна быть в экране встроена вот здесь, как тут два модуля. Но в данном случае здесь это фальшивка и еще и сделана челка. Это просто ужас. Это просто кошмар. Потому что вот этой челке быть не должно. Должна быть маленькая рамочка, как с боков. Здесь же рамки огромные. Так еще и вон в ней стоит камера. Это зачем здесь две камеры делать? Ну это просто муляж, просто наклейка какая-то, наверное. Короче, вот такие вот дела. Более того, есть еще один хороший способ. Если человек не отвечает на телефон, значит, скорее всего, он купил номер для Авито. И на самом деле у него нет никакого телефона реального. Он свой номер не палит. И что самое ловкое вы можете сделать, это взять этот номер, копировать его, зайти в Сбербанк онлайн и проверить, зарегистрирован ли он по этому номеру в системе Сбербанка. Сделать ему, попробовать перевод в размере там одного или десяти рублей. Если у вас напишут, что такого человека нет в системе, то это уже понятно, что, скорее всего, номер не настоящий и опять же мошенник. Понятно, что не все зарегистрированы в Сбербанке, но можно попробовать сделать перевод в другие банки. И если человек настоящий, да, если вот здесь мы смотрим профиль, какой у него профиль, знаете, ну понятно сразу, зарегистрирован сегодня. Понятно, что он зарегистрировался по левому номеру, чтобы втюхать вам эту копию и потом свалить сакат, и вы его никогда не найдете. У настоящих продавцов типа меня такого не будет. Вы просто возьмете хорошего продавца, откроете его объявление, возьмете его номер телефона и попробуйте сделать перевод. И там вам напишут имя человека, на которого он зарегистрирован в Сбербанке. А если напишут имя, это значит, что у вас есть его паспортные данные, потому что он в банке зарегистрирован. Вы знаете, что вы переводите деньги не какому-то непонятному новому нейму, да, а реальному человеку, которого вы сможете найти в случае обмана. Вот. И если его имя в Сбербанке соответствует имени вот здесь, это уже очень хорошо.